В эфире служба новостей Саров-24 в студии Кирилл Васенин. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. С 3 июня Нижегородская область переходит на цифровой формат телевещания. Параграмма поддержки местных инициатив. Саровчане смогут принять участие в благоустройстве городских территорий. Музыка-слово. 21 марта. Всемирный день поэзии. Далее расскажем обо всем подробно. Нижегородская область переходит на цифровое телевидение. Оно придет на смену устаревшему аналоговому увещанию. Всем жителям региона будут доступны 20 цифровых каналов без какой-либо абонентской платы. Отключение аналогового увещания в регионе запланировано на 3 июня 2019 года. С этого времени все каналы, входящие в первый и второй мультиплексы, будут доступны только в цифре. Отключение аналога никак не повлияет на абонентов кабельного телевидения. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций утвердило план перехода россиян на цифровое телевидение. Отключение аналога и полная замена на цифру в стране идет по определенному графику. Для жителей Нижегородской области обозначена дата 3 июня 2019 года. Однако это не распространится на операторов кабельного телевидения. Наши жители, наши абоненты, в частности, будут получать как аналоговое увещание, так и цифровое. Поэтому наших абонентов, в принципе, это никаким образом не коснется. Абонентам предлагается на выбор два пакета телеканалов. В первый, стандартный, входят аналоговые каналы и общедоступные цифровые. Во второй – все цифровые, а также каналы высокой четкости, которые вещают в HD-формате. Для того, чтобы пользоваться тем или иным пакетом, следует заранее изучить характеристики своего телевизора. Есть телевизоры, которые поддерживают определенный формат вещания. Есть телевизоры, которые этот формат вещания не поддерживают. Я сейчас поговорю про цифровой формат вещания. При цифровом вещании по одной частоте можно одновременно передавать целый пакет каналов – мультиплекс. Цифровой сигнал «Не боится помех в эфире» позволяет подключать различные дополнительные сервисы для зрителей. Если у пользователя современный телевизор, который поддерживает нужные стандарты формат видео, то для перехода на цифровое телевидение ничего дополнительно покупать не надо. Еще один вариант – стать абонентом кабельного телевидения. Если телевизор старый, купленный лет 10 назад и более, если есть желание смотреть цифровые каналы, человек может к нам обратиться, и мы подключим цифровой пакет, стоящий из 70 телеканалов. Приставку эту дадим совершенно бесплатно. Отключение аналогового вещания никак не отразится на зрителях нашего телеканала. Канал 16 вещает в сетях всех кабельных операторов города. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Начался прием документов на участие в программе поддержки местных инициатив. Сыровчанам, заинтересованным в решении проблем благоустройства, нужно создать инициативную группу и сформировать комплект документов для получения субсидий из областного бюджета. Обязательные условия участия в программе – софинансирование со стороны населения не менее 3%. Покосившиеся мафы, ветхие скамейки, дорожки, по которым становится опасным ходить. Дворовая территория возле дома номер 6 по улице Куйбышева давно не отвечает современным требованиям комфорта и безопасности. Именно эту территорию, третью на своем округе, депутат Петр Смирнов намерен благоустроить с помощью программы поддержки местных инициатив. Будет реализован ремонт дворовой территории, а именно те мафы, которые у меня за спиной, они уже пришли в негодность, старые. Их необходимо заменить, также произвести ремонт дорожек пешеходных, которые проходят через этот двор по диагонали, и установить новое освещение. Механизм реализации программ начинается с инициативы самих жителей, которые на общем собрании выбирают территорию или объект для благоустройства и собирают необходимые документы. Программа реализуется при поддержке правительства Нижегородской области, поэтому большую часть средств для реализации проекта выделяется из регионального бюджета. Для участия в этой программе обязательно нужно софинансирование со стороны населения проекта не менее 3% и софинансирование местного бюджета. В этом году из городского бюджета выделяется не менее 25% денежных средств. Также могут привлекаться деньги спонсоров. Кстати, софинансирование благотворителей повышает шансы проекта выиграть конкурс. За время участия в программе в нашем городе ежегодно реализовывалось по 8 проектов. В основном это объекты благоустройства, то есть детские площадки, дороги ремонтируются, тротуары. И вот в ТИЗе у нас два года выполнялись работы по устройству канализации. Яркие мафы, прочные скамейки и ровные широкие дорожки. Все пожелания жителей близлежащих домов выполнены. Дворовая территория по улице Шверника 21 также была благоустроена благодаря участию в программе поддержки местных инициатив. Так что жителям дома номер 6 по улице Куйбышева осталось ждать совсем недолго. К июню уже будут понятны объемы финансирования и внесены все необходимые средства как жителями, так и спонсорами в бюджеты. Придут финансирования из областного бюджета, дальше это будет корректировка бюджета. Если проект выиграет конкурс, то ремонт дворовой территории начнется уже в июне. А к началу зимы жители получат в свое распоряжение благоустроенный двор с расширенной парковкой, удобной детской площадкой и новыми световыми опорами. Елена Грецкова, Гостантин Овтровский, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24. Госдума приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Он устанавливает в 6-месячный льготный период, в течение которого заемщики смогут не вносить платежи по кредиту, либо уменьшить их размер. Каникулы предусмотрены для граждан, которые потеряли работу, кормильца, получили инвалидность первой и второй группы или утратили 30 и более процентов дохода. Окончательная версия закона может быть одобрена до конца апреля и вступит в силу во второй половине текущего года. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Часть квартир в будущем доме по адресу улица Зернова, 24 отдадут очередника. Сейчас на этом месте находится общежитие, которое вскоре снесут и начнут готовить площадку под жилой комплекс. Застройщик выразил готовность продать муниципалитету 30% квартир в будущем доме по цене 17 тысяч рублей за квадратный метр. Администрация, в свою очередь, безвозмездно передаст эти квартиры очередникам. Новый жилой дом на Зернова, 24 планирует достроить к 2022 году. Рассказать о проблемах с вывозом мусора можно по телефону. Для улучшения обратной связи в Государственной жилищной инспекции региона работает горячая линия. По вопросам несвоевременного вывоза твердобытовых отходов, переполнения контейнеров и неудовлетворительного содержания контейнерных площадок соровчане могут обращаться по телефону. Тренерский штаб сборной России опубликовал состав национальной команды на заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдет в канадском Квебеке с 22 по 24 марта. В число 9 спортсменов, которые будут защищать цвета национальной команды, вошла соровчанка Анастасия Седова. На сегодняшний день она занимает 10-ю строчку в общем зачете розыгрыша Кубка мира. Перед зданием управления соровской полиции прошел гарнизонный развод нарядов на службы по охране общественного порядка и безопасности. На построении присутствовали участковые полномоченные, сотрудники патрульно-постовой службы, сотрудники инспекции по безопасности дорожного движения и представители Росгвардии. На разводах проверяется экипировка личного состава, готовность к несению службы, доводится необходимая информация о ориентировке на лиц разыскиваемых по подозрению в совершении преступления, на лиц пропавших без вести. Также необходимая ориентировка по покищенным вещам, пропавшим. К другим новостям. В художественной галерее прошел торжественный вечер, посвященный Дню работника культуры. По случаю праздника грамотными и благодарственными письмами наградили музейных работников, библиотекарей, педагогов в школу искусств. Праздничная церемония совпала с семинаром работников культуры из городов присутствия предприятий атомной отрасли, который проходит в нашем городе в эти дни. Творческим подарком для гостей стало выступление народного артиста России Алексея Гуськова. Саров стал десятым закрытым городом, который народный артист России Алексей Гуськов посетил в рамках программы «Территория культуры Росатома». Актер подчеркнул особенности за то, которые становятся заметны сразу. Города замечательные дети. Они воспитаны, они интересуются, у них совершенно другие глаза. И дальше я стал размышлять, что же так происходит, почему же так случилось. Но вероятно, вот за счет того, что сохранено некое, где города построены определенным образом... Алексей Гуськов рассказал о студенческих годах, о съемках в знаковых для своей карьеры фильмах. В том числе о том, как шла работа над итальянской картиной «Иоанн Павел II. Святой человек», где актер сыграл главную роль. Также Алексей прочитал отрывки своих любимых произведений. Я не создан для блаженства. Ему чужда душа моя. На праздничном вечере работникам культуры вручили благодарственные письма и грамоты от администрации города. Среди награжденных была и Евгения Соболева. Уже больше четырех лет она работает в детской библиотеке имени Пушкина. Евгения говорит, что сегодня, как и много лет назад, библиотека остается востребованной у читателя. Библиотека сегодня – это не просто место для получения книг, для обмена книгами. Это центр притяжения для подростков, для детей любого возраста и для взрослых тоже. Также работники культуры закрытых городов получили грамоты и благодарственные письма от госкорпорации «Росатом». Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Музыка, застывшая в словах. 21 марта отмечается Всемирный день поэзии. Волшебная сила поэтического слова способна оказать огромное влияние на любого человека. И большинству людей далеко не чужды те прекрасные порывы души, которые заставляют человека взять ручку, листок бумаги и начать творить. Не все становятся великими и известными поэтами, но многие хотя бы раз в жизни пытались сочинять стихи. Поэзия играет в жизни Веры Язевой не главную, но очень важную роль. Желание писать стихи пришло к ней в зрелом возрасте, и это увлечение она поставила на третье место после семьи и живописи. Раньше я и думать не могла, что, например, я буду писать стихи, и не то, что просто писать стихи, а будет потребность это делать. То есть каким-то образом жизнь сложилась так, что вдруг захотелось какие-то свои мысли выложить на бумагу. Богатый жизненный опыт, а также помощь друзей и критика соратников по литературному объединению «Радуга» позволяет ей добиться совершенства на поэтической стезе. Тематика ее стихов – чувства и переживания человека. По большому счету человек всегда ищет место, где же я, какой я, и кто я вообще на этой земле, и поэтому поэзия, она, да, она такая штука. Она вот отсюда изнутри вот так вынимает все, и, в общем, спрятаться там сложно. Иногда новые стихотворные строки рождаются в работе над очередной картиной, и Вера получает от этого процесса двойное удовольствие. Ее старший сын Алексей недавно тоже начал писать стихи. Поэзия для него – это не путь к славе и известности. Лично для меня это способ выразить то, чего ты не можешь сказать. Теперь всем для разговоров и задушенных бесед между матерью и сыном стало больше. Как признался Алексей, мама критикует, но мягко и деликатно. Пока он только в начале творческого пути, и мечта у него самая простая. Научиться хорошо писать. Ну, то есть так, чтобы мысли, изложенные мной на бумаге, то есть человек, когда читал мое стихотворение, он понимал, о чем я думаю. Как признался начинающий поэт, пока возникают проблемы лишь с грамотностью. А идей, образов и тем для стихов великое множество. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. В Нижнем Новгороде выбрали лучший хоровой коллектив области. На 15-м региональном конкурсе на крыльях песни выступили 55 коллективов со всего региона. Участники исполнили произведения русских, советских и зарубежных композиторов. Наш город на конкурсе представил второй класс хорового отделения «Копель» детской школы искусств. Саровчане завоевали звание лауреата в первой степени. У семьи Казаковых не было сомнений, стоит ли отдавать дочь Софию в хор. По словам мамы, девочка у них энергичная. Сажать ее за музыкальный инструмент, мучить и себя, и ее. На семейном совете было принято решение отдать дочь в новое отделение детской школы искусств. Как оказалось, выбор они сделали правильный. Все песни, которые они разучивают на своих занятиях, она обязательно... Даже я ее забираю в занятия, она мне в машине едет, поет. Все сверчковы, вербочки. Мы тоже все вместе семью ее песенки пропеваем. Потому что нам нравится, ребенку нравится, нам нравится. Вернувшись из Нижнего Новгорода с победы, юные певцы не сидят сложа руки. Они продолжают упражняться в вокале, готовятся к будущим победам. По мнению родителей, ездить на такие конкурсы нужно и важно. Это очень большой опыт. Начинать в таком возрасте ездить на данные конкурсы... Конкурсы, ну, то есть это для них, как сказать, какой-то новый этап в жизни. Они уже с каждым годом, становясь все взрослее, они будут более спокойно относиться к вот такого рода конкурсам. Чтобы раз за разом показывать высокий результат на вокальных конкурсах юным вокалистам, приходится прикладывать максимум усилий на каждой репетиции, брать высокие ноты, знать и понимать указания преподавателя. Не менее важна роль на пути к победе у преподавателя и аккомпаниатора. Мы с Светланой Викторовной очень много репетируем, тоже вдвоем, несмотря на то, что мы уже не дети, да, но много репетируем, много занимаемся и спорим иногда, иногда что-то, какие-то моменты обсуждаем и приходим к общему знаменателю, тогда получается. Отмечать победу на вокальном конкурсе становится доброй традицией в отделении хора. Порадовать победителей в этот раз учителя решили тортом и конфетами. Но с оговоркой, только после занятий, чтобы не портить голосовые связки. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютубе и в группах в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Также вся актуальная информация на сайте саров24.ру. В студии работал Кирилл Васенин. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!